Министр информации и общественного развития Казахстана Даурин Абаев стал участником второй министерской конференции по продвижению свободы и вероисповедания. Ее созвали по инициативе госсекретаря США Майкла Помпео. В Вашингтон прибыли представители больше ста государств, тысяча религиозных лидеров и гражданских активистов со всего мира. Вторая министерская конференция по продвижению свободы и вероисповедания собрала в американской столице глав внешнеполитических ведомств и представителей из 115 государств. Министр информации и общественного развития Казахстана Даурин Абаев выступил с докладом. По словам главы ведомства, правительство нашей страны намерено и дальше создавать необходимые условия для деятельности религиозных объединений и укрепления межконфессионального диалога. С момента обретения независимости первый президент Казахстана Нурсултан Азарбаев взял курс на свободу вероисповедания и недискриминацию. Благодаря этому участники более чем 3700 объединений, представляющих 18 религий, сегодня в нашей стране живут в мире и согласии. Благодаря большому этническому и религиозному многообразию Казахстан смог создать авторитетную платформу для диалога. Уже шесть съездов лидеров мировых и традиционных религий успешно прошли в нашей столице. Это уникальный формат для обсуждения духовными лидерами самых актуальных вопросов глобальной повестки. Участников встречи познакомили с усилиями Казахстана по противодействию экстремизму и терроризму, в том числе по репатриации граждан нашей страны из зон боевых действий в Сирии, их интеграции в казахстанское общество. Дориан Абаев подтвердил на форуме приверженность нового руководства страны во главе с Касым Жумартом Тукаевым принципом обеспечения свободы вероисповедания и фундаментальных прав человека. Руководство нашей страны продолжит усилия по борьбе с религиозным экстремизмом и радикализмом. К сожалению, граждане нашей страны также стали жертвами пропаганды деструктивных идей. Только с прошлого года Казахстан с зарубежными партнерами смог вернуть порядка шести сотен своих граждан из Сирии. В настоящее время они проходят процедуру реабилитации и возвращения к обычной жизни. Казахстан готов поделиться своим опытом и знаниями в этой сфере. Министр подчеркнул, что Казахстан всегда открыт глобальному сотрудничеству для защиты прав человека и обеспечения религиозной свободы. А на полях конференции Даурьян Абаев провел переговоры с послом по особым поручениям по международной религиозной свободе Государственного департамента США и заместителям помощника госсекретаря США по делам демократии, прав человека и труда. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в сфере межконфессионального согласия, противодействия экстремизму и развития гражданского общества. Марк Блюшко, Ренат Садыров, Хабар, 24, США, Вашингтон.